здравствуйте друзья а я снова про умный дом так как у сяоми имеется широкий выбор различных гаджетов для автоматизации бытовых задач мне еще есть что обозревать и в этом обзоре я опять буду рассказывать про умную розетку но на этот раз версию zigbee чем она отличается от вайфай розетки про которую я уже рассказывал раньше и почему она дороже стоит я расскажу в этом обзоре и так что же у нас в посылке все та же маленькая коробочка из белого картона все датчики упакованы практически одинаково и эта розетка тому не исключение по своим техническим параметрам току в 10 ампер и соответственно мощности до двух с половиной киловатт эта розетка совершенно аналогично своей вай фай версии различия в протоколе управления для работы с этой розетки понадобится xiaomi multifunctional gateway по внешнему виду розетки легко спутать выполнены они в виде белого глянцевого параллелепипеда на лицевой части универсальная розетка позволяющая установку без переходников как европейских так американских и китайских или австралийских вилок нижней части синий светодиод который показывает статус активности розетки вилка у нее тройная китайская точно такая же вилка только короче на пару миллиметров используется в австралии для работы в европейских розетках понадобится переходник в розетке с универсальными разъемами например такие как в удлинителях xiaomi становится без переходников розетка имеет одну физическую кнопку при помощи которой изначально проводится сопряжение с шлюзом а потом при необходимости ручная активация или деактивация я имею ввиду подачу питания на управляемое розетка устройства временно я использую розетку через переходник но уже заказал и жду розетку ли grand and 15 которая имеет тройную китайскую вилку для того чтобы подключить умную розетку напрямую кому интересно ссылку на эту розетку я приведу внизу видео размеры розетки в ширину чуть чуть менее четырех сантиметров высоту пять с половиной сантиметров если сравнить рядом с вай фай розеткой становится видно что zigbee версия немножко уже если точно то примерно на 4 миллиметра теперь к делу покупалась эта розетка совершенно конкретной задачей это контроль и мониторинг энергопотребления бойлера у меня в квартире два раздельных вода воды и на одном из них которые находятся в ванной установлен бойлер по наблюдениям продолжительностью не в один год я знаю что среднемесячное потребление горячей воды на этом воде 3 кубических метра стоимость горячая вода плюс водоотводом ночь на три куба 10 долларов в месяц стоимость холодной воды с учетом водоотвода в том же объеме полтора доллара для того чтобы понимать если экономия от использования бойлера необходимо было подсчитать расходы электроэнергии до этого момента я использовал огромную конструкцию из механического таймера прерывателя и одного из самых распространенных бытовых энергомониторов это с позволения сказать инсталляция имеет массу недостатков во первых даже ее цена немного больше обозреваемой розетки ну конечно с учетом того что шлюз у меня уже есть во вторых таймер прерыватель весьма не точен и после пары месяцев работы стал залипать отставать и подкручивать его приходилось каждый день а данные с монитора приходилось собирать вручную где-то записывать про внешний вид и говорить нечего поэтому вся эта конструкция была заменена на умную розетку подключение розетки аналогично любому датчику zigbee проводится через плагин управления шлюзом сяоми из списка доступных датчиков выбирается розетка далее при помощи нажатия удерживания кнопки проводится сопряжение розетки с шлюзом и далее предлагается определить местоположение розетки относительно квартиры выбрать название комнаты в отличие от своей вайфай сестры здесь можно выбрать тип иконки для розетки в зависимости от типа подключенной нагрузки в моем случае это водонагреватель после этого устройство появляется в общем списке и устанавливает плагин управления в плагине сразу видно основное ключевое различие zigbee и вайфай розеток это измерение энергопотребления именно она и дает возможность не только управления но и мониторинга это именно то что и нужно для моей задачи раз у нас уже появились какие-то показания то надо провести их сравнение хотя бы с обычными энергомониторами я имею на хозяйстве пару китайских же энергомониторов сравним показания сначала встраиваемый энергомонитор с banguda замеры потребления самой розетки согласно этому прибору в отключенном состоянии розетка практически ничего не потребляет в активном состоянии потребления вырастает до полуватта нагрузки никакой в розетку не подключено сравнение с нагрузкой тут надо отметить что показания энергомонитора меняются мгновенно в зависимости от текущего потребления нагрузки а показания на смартфоне по причине прохождения долгого пути от розетки до него с некоторой задержкой относительно небольшая нагрузка определена энергомонитором 101 целую три десятых хвата а розеткой причем что и сама розетка подключена через энергомонитор 105 ватт на большой нагрузке чайники расхождение с этим энергомонитором еще больше 1746 ватт против 1827 ватт на розетке казалось бы врет но не будем делать поспешных выводов сравним с более распространенным энергомонитором которая ранее мной использовался для подсчета расхода энергии бойлер для начала замер потребления розетки в неактивном состоянии точно также ноль ниже предела чувствительности прибора в активном состоянии 1 ватт это показание немножко выше чем у предыдущего устройства теперь те же нагрузки тут расхождение гораздо меньше а если принимать во внимание некоторую задержку в обновлении информации на смартфоне то она практически отсутствует на примере 103 2 десятых хвата на мониторе и 105 ватт так как и в тесте с первым монитором от розетки такая же ситуации с большей нагрузкой 1811 ватт на энергомониторе и 1818 ватт на розетке опять же с учетом того что данные на мониторе обновляются мгновенно на смартфоне с задержкой сравнив все три одновременно видим что показания розетки второго монитора практически совпадают а первый прибор также занижает показания также по своим контрольным измерениям потребления бойлера который проводился как раз при помощи второго энергомонитора я видел что его показания полностью вписываются в расчетные доверяю ему больше вернемся к плагину управления розеткой с главной страницы плагина можно производить отключение установку таймеров или таймер обратного отсчета также как и вай фай версии розетки главным меню к стандартным позициям смарт-сцена описание основные настройки и возможность добавить список основных устройств добавились свои уникальные позиции это возможность смены иконки зависимости от управляемого устройства 1 2 скриншоте возможность задать возобновление состояния розетки после отключения электроэнергии опция защиты заряда по всей видимости она отключает розетку после того как падает ток нагрузки я это не проверял задача у меня пока другая и возможность выключения светодиодного индикатора это будет актуально для тех кому мешает его свечение что удобно иконка которая показывает состояние активности розетки позволяет ее включать и выключать появляется строке control panel плагина управления шлюзом самое важное здесь для меня это подсчет расхода энергопотребления с главной страницы плагина слева направо имеются данные по расходу потребления за сутки помесячно и виде временного графика в разрезе дней недель или месяцев например сейчас я настроил бойлер таким образом что потребление составляет всего лишь 3 киловатт часа в сутки таким образом я выхожу примерно на 90 киловатт часов в месяц что составит примерно четыре с половиной доллара по тарифу свыше 100 киловатт в купе с полуторами долларами за холодную воду я получаю 6 долларов против 10 долларов и того 40 процентов экономии это уже ощутимо в остальных своих возможностях розетка аналогично вайфай версии настройка включения выключения возможно через меню таймеры в этом случае розетка совершенно не зависит ни от китайских облаков не от интернета и срабатывает автономном режиме сценариях розетка работает только как действие предлагает три варианта срабатывания включить выключить и переключение состояния преимуществом смарт-сценариев является возможность их гибкого управления например при помощи внешних датчиков и контроллеров либо при помощи других сценариев а недостатком работа через китайское облако однако имеются и стремительно развиваются альтернативные варианты управления к системой умного дома xiaomi и в будущих обзорах я обязательно затрону и эту тему что касается рассматриваемой задачи то целесообразнее всего управлять бойлером именно при помощи таймеров задав режиме работы для будних и выходных дней определить их можно экспериментально определив сколько времени работы достаточно для обеспечения нужным количеством горячей воды вашего семейства качестве итога розетка отлично подошла под мою задачу управления и подсчета энергозатрат при работе бойлера в планах рассмотрения вариантов либо еще парочки таких розеток либо если будет хорошая цена взять встраиваемую розетку окара так как по стандартной ее цене вдвое дороже рассматривал варианта пока не интересно спасибо за то что смотрели мои обзоры подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до свидания до новых встреч